Добрый день. Что я могу сказать? Я вступил в узловой период в жизни цены. И тут ничего не сделали. Как получилось? Хиллорик лининг. Естественно, в свой период, когда у неё триматорический возраст, и она прошла очень-очень неустойчивую сексуальную жизнь с всякими приключениями, не совсем, как говорится, приятными не только ей, но и окружающим, психикой. Она, в принципе, на данный момент не способна сделать ничего хорошего. В принципе, не способна созидать. Не способна. И, больше того, она непредсказуема в своём поведении. Невозможно предсказать, что ей придёт в голову. Но, в любом случае, это будет разрушение. Любое такое только можно предсказать. И война в ней в голове для того, чтобы как можно больше уничтожить человечество, нанести ему удар, и ей от этого при её психике как раз большое удовольствие. Разве это нормально? Американцы, отнеситесь очень серьёзно к тому, что сейчас у вас происходит. Я хорошо отношусь к Америке. И мне нравятся многие черты американцев. Значит, я думаю, что большинство человечества тоже так же, как и я думает. Но вы должны понять, что для вас выбор психически неустойчивой женщины – это безумная опасность. Она разрушит не только все ваши национальные ценности, специфические у вас сложились, но она нанесёт громадный ущерб самой Америке. Понимаете? Не приведи Господь, а нас провоцирует войну, начнёт. Вы даже не представляете, что будет с Америкой. Разве можно это допустить? У вас должен быть полноценный человек, полноценный, в нормальном возрасте, с нормальной психикой, соответствующей американским стандартам. Это единственная возможность дальше развиваться Америке и хорошо жить всему населению. Это единственный вариант. Потому что, если человек зависит, она, очевидно, зависит от Рокфеллера, которые, ей Бог знает, что она обещала для того, чтобы решить свои проблемы. Не забывайте, что Вторая мировая война была организована Рокфеллерами. Они вырастили Гитлера, вооружили его, отдали ему всю Европу для того, чтобы он мог создать большую армию и победить. Чем это кончилось? К счастью для вас, она более-менее нормально кончилось, если не исключить, что она с вами и кончилась. И тяжело сказать, как относятся другие страны на ее поступки. Трудно сказать. Может возникнуть, что вас вообще возненавидит весь мир. Разве вам это надо? Вы же часть всего нашего населения на земле и, безусловно, многое хорошее, что создается и идет вам. Вы должны ценить то, что происходит, и ни в коем случае не допустить этого разрушения. Рокфеллеры, вы должны знать о них. Я об этом писал. И вы сами должны прочувствовать ту ситуацию, которую они несут. Именно вам. Вам. Посмотрите, что у вас происходит после их вопросов. Америка вообще находится в катастрофическом состоянии погоды. И дальше это будет ухудшаться с каждым днем. То же самое будет и в остальном. И в экономике, и вообще в условиях жизни. Подумайте. Для вас это краеугольный момент. Желаю вам удачи. Всем здоровья, кто меня слушал. Счастья. Американцы. Вы должны быть примером, а не фактической силой, которая разрушается. Ведь посмотрите, что наделал Обама. Противно смотреть, что он натворил. Куда делись деньги? Это 7,5 триллионов долларов, которые ушли на разрушение. Это пошло не вам на жизнь, не на какие-то улучшения ситуации для простого народа, для всех остальных. Это ушли деньги исключительно на развал мировой системы. Вам это нужно. Ведь вы же часть ее. Удачи вам. И не допустите эту оголчевую тетку до того, чтобы она дорвалась от проведения своих, как говорится, психических аномалий на все человечество. Удачи, счастья, здоровья, Божьей помощи. Мироздание за всем следит. И каждая ваша ошибка возвращается в вас. Нельзя этого допускать. Удачи, здоровья. Чтобы жизнь вас радовала. Будьте счастливы. Будьте счастливы. Продолжение следует...